Всем привет друзья, с вами Чавис и у меня есть довольно-таки хорошие новости. Во вчерашнем небольшом таком хотфиксе, помимо исправлений различных там багов интерфейсных и наконец-таки после боевой статистики, в игру вернули точность. Если с появлением 0.19 нам сказали, что больше не видать вам никакой точности ни в перках, ни в оборудовании, то сейчас они решили все это дело вернуть. В общем, как и говорилось в ответах разработчиков, ну недавних, не помню точно каких, они говорили о том, что та система, та картина, которая в итоге показал баланс 2.0, говорил о том, что есть небольшой запас для того, чтобы сделать немножко получше точность, такая возможность в общем оставалась и вот даже не какой-то там 0.21 крупный патч, а вот в таком небольшом хотфиксе они решили это сделать. Что именно добавилось? Тот самый оборудование, тот самый датчик изгиба ствола, который давал раньше максимальный разброс, только максимальный разброс, теперь дает и минимальный разброс. То есть он в принципе теперь дает разброс. Минимальный разброс это та самая точность и теперь оборудование, которое раньше давало максимальный разброс только, будет влиять и именно на точность. Также у командиров можно теперь найти такой перк, который называется твердая рука. Раньше, по-моему, он тоже давал только максимальный разброс, теперь он дает именно точность, ту самую точность, которая нам так нужна. И также у наводчика в экипаже вы можете найти тоже перк, тот самый в яблочко, который теперь тоже дает точность. Что это теперь, к чему это привело? Есть такая замечательная машина, как Страйкер. Это будет самый, короче, снайпер, это прям вот вообще снайпер-снайпер в этой игре. У него точность вот со всеми этими с оборудованием и перками разгоняется до 0.4. Ну и, соответственно, теперь это будет номер один выбор, потому что, ну, точность, она всегда нужна, она никогда не бывает лишней. И, в общем-то, как я и говорил, в ОБТ-хах, например, меня нет-нет раздражала точность, которая существовала. И все-таки, как и мне говорили, и я это тоже потом заметил, в какой-то период я начал замечать, что снаряды начали лететь чаще в край круга, чем в центр. И теперь, благодаря тому, что можно будет поставить точности немножко больше, то есть, ну, там прибавка получается не такая прям критичная, то есть, она не супер большая получается. То есть, грубо говоря, был у тебя там 0.10, будет 0.8. Но, тем не менее, эти вот небольшие такие, совсем небольшой такой процентик, он дает ощутимый результат. Наконец-таки можно нормально выцеливать. Ну, и, соответственно, на истребителях танков, тоже, о чем мы и говорили, что немного не хватает все-таки точности, потому что, как правило, ну, как классический геймплей, вы стоите где-то далеко, и вам нужно попадать. Они должны быть снайперами такими, истребителями танков. Вот теперь, как раз, такая возможность появляется. Страйкер это прям вообще супер снайпер, на остальных поменьше будет точность, но, тем не менее, все равно она станет лучше. Единственным минусом этой новости является то, что придется, во-первых, опять пройтись и перелопатить всех командиров перки, потому что, ну, этот перк должен быть, и, в общем-то, для себя я даже открыл теперь Оксану Руденко, который особо не находил применения. Теперь Оксана Руденко смотрится довольно-таки хорошо, у нее есть плюс 20 метров к обзору, и к прицеливанию, и к точности сразу два перка присутствуют. Так что, обратите внимание, придется перелопатить всех, весь экипаж, потому что, если раньше у наводчика толком, кроме времени прицеливания, и особо выбирать нечего было, теперь, естественно, выбор номер один будет та самая точность, в яблочко. Ну, и самое жесткое, это попадос по кредитам, потому что придется, если у вас были уже упакованы по оборудованию танки, то вам придется какое-то оборудование продать, и, в общем-то, ну, по крайней мере, за полтора лямы вы продадите, и вам придется добавить полтора до этого оборудования, естественно, вы его захотите везде видеть. А вот там, где у вас и не было укомплектовано оборудование, или, как у меня, например, на некоторых танках я поставлял одну ячейку, потому что, в общем-то, особо требовательного ничего из того, что оборудование какое было, особо ничего такого и не нужно было прям, обязательного. Теперь будет обязательная ячейка, естественно, под точность И на таких танках, где у вас не было оборудования, была свободная ячейка Вам придется еще 3 лямов отстегнуть Это, конечно, минус, но извиняйте, вот что есть, то есть Ну и таким машинам, кстати, как Драка, например, где мне прям не хватало точности Это будет довольно-таки хороший апплюс и ББМкам в целом, а именно автопушкам Потому что, опять же, там они довольно-таки косоватые были И ими нормально попадать можно было только прям в упоре Теперь, опять же, это такой будет небольшой апп автопушек в целом и ББМа В общем, вот такие позитивные изменения В армадке начинает все становиться лучше и лучше Туда уже можно, наконец-таки, зайти и с удовольствием поиграть Будем следить за изменениями С вами был Чавес Не забываем поставить лайк Подписывайтесь на канал Всем удачи и пока!